Сегодня прояснились подробности вчерашнего утреннего смертельного замеса около поселка Монетного, в котором погибли два человека. 72-летний житель поселка Лосиного Михаил Николаев и его жена Надежда. Вот уж точно про них сказочная идиома. Жили долго и счастливо и умерли в один день, а точнее даже в один миг. Напомню фабулу замеса. Утром белая лада Гранта с супругами и пенсионерами Николаевыми на борту на 31-м километре трассы Екатеринбург-Реш-Алопаевск, это на самом выезде из Монетного, чутка пересекла сплошную и левой половиной мордой влетела в первую встречную белую BMW 325i X-Drive 2009 года выпуска, пилотируемую 43-летним рулевым. Супруги в Гранте погибли мгновенно. Водитель Бумера отъехал в больницу. Люди, знавшие Грантовода Михаила Николаева, недоумевают, как такое вообще могло случиться, дескать, он, находясь в сознании, никогда бы не пересек сплошную. Он был опытным и дисциплинированным водителем. По официальным данным ГАИ, пилотского стажа у него было 19 лет и всего одно нарушение ПДД за плечами. А вот бывший глава поселка Лосиного, в котором жили погибшие супруги, Алексей Макрецов, сказал порталу Е1 так, цитирую. Он водитель всю жизнь, еще когда призывался в армию, закончил курсы водителей. Работал на Лосином торфопредприятии, был водителем автобуса, потом в администрации поселка, тоже водителем. У него водительский стаж более 50 лет. Для нас всех это шок. Допустить такую оплошность, выехать в зону, где запрещен обгон, на встречную полосу, такого просто не могло быть. Вообще непонятно, почему это все произошло. Конец цитаты. Дочь погибших супругов Ольга предположила, что папке, скорее всего, стало плохо за рулем. Гранта потеряла управление и плавно выкатилась на встречку. Супруги Николаевы направлялись в больницу. В салоне, по словам их дочери, отыскались медицинские документы, рентгены и направления на анализы. У пилота Гранты явных проблем со здоровьем не было, но все-таки 72 года, всякое может случиться. Но в Лосинке местный люд начал сбор денег, чтобы помочь дочерям Николаевых похоронить родителей.